Всем привет! Я тут просматривал свое собственное видео и нашел одну ошибку. Ну, наверное, их гораздо больше, но я пока нашел только одну. Решил, так сказать, поправиться, пока никто в комментариях мне не написал, какой я глупый, да? Видео называется «Все не так с логикой МОДО». И здесь человек пишет сообщение на форуме и пишет, что в Максе есть «Window Crossing». То есть, если, к примеру, тянуть рамкой слева направо, то выделяется только то, что в нее полностью попадает. А если справа налево, то все, с чем она пересекается. Я, видимо, не знаю, может быть, забыл, может быть, никогда не знал об этой функции в Максе. Поэтому я тут решил, короче, написать, ну, про выделение справа налево и наоборот. Это что-то новенькое. Даже не знаю, что думать. Три улыбающихся смайлика. Да. В общем, естественно, что чувак, который это писал, он абсолютно прав. А я, к сожалению, нет. Прости, Христарай. Прости, Христарай. Вот. Естественно, в Windows есть такая штука. Я про нее... Ну, как сказать, я на самом деле постоянно видел, что здесь есть, да? Но, видимо, не пользовался этим, как и многими другими инструментами. Вот оно. «Send Selection». Нужно поставить всего лишь галочку и выбрать радиокнопку. Что, где, почем. «Right, left». Вот, например, «right, left» будет означать «кроссинг». Окей. И давайте проверим вот здесь. Вот у меня такой объектик. Теперь, если я выделяю, например, полигоны и веду, так, веду рамочкой с лево направо, то у меня выделяется только то, что полностью попадает. То есть вот здесь я, например, держу, попадет только как бы два сегмента, а не три. Хотя я держу на середине. Два сегмента. А если я буду вести справа налево, вот сейчас пересекаются три, значит, и будут выделены три. Пожалуйста. Ведем здесь только то, что полностью. Ведем здесь все, что попадает в пересечение. Ну да, да, да. Вот такой я глупый. Еще один мой собственный косяк найден в ролике «Эмиграция в МОДО. Способы выделения». Да, вот здесь я в самом конце немножечко слажал. Эх, я. Работает со всеми режим. Очень удобно. По-моему, в МАКСе такого точно нет. Вот. В МАКСе такого точно нет. То есть в МАКСе нет режима выделения, когда ты просто вводишь по поверхности и выделяешь полигоны. Ну, конечно же, в МАКСе все это есть. И вот мне бы провести аналогию, а я вот тоже совершенно забыл про этот инструмент. Вот он находится где. У меня-то обычно рамочка вот эта. Выделяю просто рамочкой. А если раскрыть, то здесь, кроме прочих способов выделения, будет вот этот вот спрей. И вот если его выделить и использовать в качестве выделения, да, то можно как раз просто вот вводить и будет все выделяться. Причем здесь вот как бы появляется такая кисть, кружочек определенного радиуса. Радиус этот меняется, опять же, в настройках. Вот, Preference. Точно там же, где мы меняли рамку право-лево. Только здесь нужно вот менять вот это значение радиуса. Paint, Selection, Brush, Size. Чем больше, тем, соответственно, этот кружочек будет вот. Сейчас он гораздо больше. И вот выделяем. Вводим и выделяем. То есть как раз это тот самый вот Paint. Paint Selection как... Вот, пожалуйста, ввожу и все выделяется. Да, две лажи. Кошмар. Даже не знаю, что теперь со мной делать. Понять и простить. Ладно, пока всем.